Давненько было слышно из самых разных утечек, что российское государство готовит медийную кампанию с целью привлечь на родину релакантов. Наконец-то мы видим, на что хватило креатива. Военкор комсомольской правды, военкор в кавычках, конечно, КОЦ, опубликовал покаянное письмо эмигранта. Эмигрантом у нас выступает безыменный 35-летний айтишник. Очевидно, собирательный образ релаканта по возрасту и роду занятий. Айтишник этот, по меткому замечанию Дениса Чужого, в стиле новгородского сказителя, описывает свою тяжелую эмигрантскую долю и кается в том, что не ценил родину, пока из нее не уехал. В максимально уничижительных тонах он говорит о себе. Дескать, слаб был человек, струсил, испугался, сбежал. Ведь всю жизнь я на кнопки на ноутбуке давлю, ютуб смотрю, а попал в европейскую незнайку на Луне, где царит сплошная русофобия и нет никаких гарантий. Все, что ты на родине считал само собой разумеющимся, теперь будет за деньги, но за эти же деньги тебя будут считать плохим русским. Давайте сразу избавим себя от разбора этого текста. Понятно, что ни один живой человек на свете всерьез написать такое не мог. Нам интересен другой сюжет. Как государство пытается разговаривать с теми, кто от него уехал, и зачем вообще ему этот разговор нужен. Разговаривая с эмигрантами, российское государство становится предельно похожим на абьюзера, которого бросила девушка. Его шатают из страны в сторону. То оскорбления и угрозы, типа, да кому ты нужна, кроме меня, да ты под забором сдохнешь, а я сейчас твои вещи, значит, заберу, налоги тебе подниму, гражданство тебя лишу, вообще найду и убью. Сейчас вот как вернусь к заветам Судоплатова, и тебе не поздоровится, еще и до семьи твоей доберусь, дрянь-то такая. То застенчивый и почти заискивающий тон. Ну ты чего, зая, обиделась? Это потому что я на соседа с топором бросился, а получив сдачи поджал хвост и посылал тебя с ним драться? Ну слушай, это разок всего было. Тут уже давно тишь да гладь да божья благодать. Я пить бросил, в квартире прибрался. Тут стала жизнь прежней. И вещи твои в порядке, и денег я с тебя не возьму, и даже сам дам. Для тебя двери открыты, тебе вообще-вообще ничего не угрожает. Ну что ты, дурочка, жмешься по чужим углам? Приходи домой, закажем арбуз из Яндекс.Лавки, станем самозанятыми через госуслуги и будем жить долго и счастливо. Те, кому не повезло в такие отношения угодить, манеруют и узнают с полуслова. Два сообщения «Я тебя, морзоту найду и на ремни порежу, и вернись ко мне, любовь моя» могут прийти с разницы в семь минут. Вот и государство никак не определится со своим отношением к уехавшим. То ли они предатели и враги народа, которых хорошо бы, конечно, звездануть ледорубом, но по меньшей мере нужно отобрать у них деньги, имущество и гражданство. То ли они напуганные, блудные дети, которых нужно побыстрее успокоить и прижать к широкой груди. Но суть, как всегда, не в амбивалентности официальных речей. Это просто наша политическая культура. Говорящие головы хлопают губами вроде бы на общую тему, но каждый хлопает как умеет. Каждый понимает генеральную линию по-своему. Вот и получается разнобой. Суть же в том, что этот вопрос действительно очень заботит государство. Вот не дают уехавшие покоя чиновникам. Прям кушать те не могут, как думают о них. И что-нибудь такое придумывают и говорят. Спрашивается, чего вы, господа, вообще вцепились в эту тему? Иммиграция – опора таких режимов, как наш. Ведь уезжают люди, которые не просто вас молча не любят. Они готовы действовать, готовы идти на жертвы, готовы менять свой образ жизни. Что вы будете делать с этой энергией народных масс, запертой внутри страны? Надорветесь всех репрессировать. Фразу «не нравится – уезжай» только по недосмотру, пока еще не добавили в Конституцию. Под этим девизом наша страна живет почти четверть века. И нет большего греха для оппонента режима, чем это предложение проигнорировать. Ходорковский, Навальный, Яшин – у всех троих на самом деле общий грех в глазах власти. Тебе ж типа давали шанс. Тебе говорили русским языком. Не возвращайся. Вернулся – ну, сорян. Правила знаешь. Российский режим выезду из страны не то что никогда не препятствовал. Напротив, активно ему способствовал. Он не закрыл границы даже в период мобилизации, что вообще-то невиданная практика. Всюду, куда можно летать российским самолетом, они летают. Вон даже остановленные 4 года назад авиасообщения с Грузией возобновили. Людям будто бы нарочно намекают. Дружочек, не задерживай очередь. Проходи на посадку. И никогда это не было темой отдельной дискуссии. Никогда государство публично не переживало по этому поводу. Ну, уехали и уехали. Че бухтеть-то? Однако сейчас тема эмиграции просто не сходит с языка, что у официальных лиц, что в пропагандистских медиа. С чего вдруг российское государство так активно общается с гражданами, которые ему явно не лояльны? С чего вдруг она решила вспомнить тех, о ком в нормальной ситуации давно бы забыла? Зачем проводить все эти одноклеточные пиар-акции для всяких предателей и отщепенцев? Ведь, казалось бы, сейчас точно есть дела поважнее. Видимо, превышен ожидаемый масштаб явления. Если взять все время с конца 80-х и до середины 90-х, то, возможно, получится, что уехало больше людей тогда. Если суммировать всю эмиграцию с 1917-го до середины 20-х годов 20-го века, то, наверное, тоже получится больше. Но чтобы за 8 месяцев из страны свалило около миллиона человек, такого массового исхода в нашей истории еще не бывало. Россия пока не ведет войну на своей территории. Погранича не в счет, не тот размах. В России нет голода, нет уличных боев, нет эпидемии тифа или холеры. Но за границей сбежало примерно столько же людей, сколько живет в Эстонии. Понятно, что режим чувствует себя не очень-то солидно. Ведь у граждан было три варианта на выбор. Не делать ничего, так или иначе участвовать в войне или сбежать. Большинство, конечно, выбрало ничего не делать. А вот из тех, кто выбрал действие, уехавших в разы больше, чем тех, кто пошел воевать или активно помогает фронту. Такое голосование не подделаешь. Бюджетников на него не сгонишь и соцопросом не заменишь. Ты позвал людей на фронт народной войны, всем объявил, что весь народ в едином порыве. А народ встал в очень кинематографичную очередь на КПП верхний Ларс, вместо того, чтобы к тебе на войну идти. Тут прервемся на рекламу. Скоро продолжим. Спасибо, что смотрите. Спрос на удаленные профессии растет с каждым днем. Около 70% сотрудников компании хотят работать откуда хочется, а не откуда придется. Многие из них готовы даже сменить профессию, чтобы наконец перестать ходить в опостыливший офис и ищут возможности для переквалификации. При этом каждый месяц запускаются новые образовательные платформы, появляются новые специальности, а времени, чтобы исследовать рынок онлайн-обучения, больше не становится. Но рынок был исследован за вас. На сайте ТОП-курсы Ирины Куликовой представлена подборка самых разных онлайн-курсов разных школ. С их помощью вы сможете стать дизайнером, программистом, аналитиком, тестировщиком или даже создателем игр. Курсы кропотливо отбирались на основании реальных отзывов в интернете. Есть ли работающие по специальности выпускники курса, доступны ли цены. Все это учитывалось при отборе. Найти подходящий курс легко, они сгруппированы по тематике и другим признакам. Например, есть курсы со скидкой в 70%, которые действуют специально для посетителей сайта. Есть другая категория курсы с гарантией трудоустройства, которая прописывается в договоре. Все курсы со ссылками на сайты школ, где вы можете подробнее узнать о процессе обучения, о программе и о школе. Автор сайта сделала его самостоятельно, обучившись этому с помощью онлайн-школ. Также можете и вы переходите на сайт по ссылке в описании или воспользовавшись QR-кодом. Выбирайте подходящий вам курс и меняйте свою жизнь к лучшему. Продолжаем. Какие еще есть причины у пристального внимания к эмигрантам со стороны режима? Довольно очевидно, что государство столкнулось с дефицитом квалифицированных кадров. Да, можно с помощью статистики истолковать массовый исход квалифицированных специалистов как позитивную тенденцию. Например, рассказать о рекордно низкой безработице. Вот только в России и без того была очень низкая безработица. Это производная от архитектуры нашего рынка труда. Сейчас же безработица прям рекордно низкая. Прям ниже естественных показателей. Естественный показатель существует в любой экономике и считает людей, которые уже ушли с одной работы, но еще не устроились на другую. Такая низкая безработица ниже естественных показателей означает только одно. Вы угробили рабочую силу. Часть работников вы мобилизовали и убили, а других распугали. А квалифицированная рабочая сила вам еще как нужна. Ракеты сами себя не обсчитают, станки сами себя не построят, банковская система и все, что связано с госуслугами, даже пропаганда. Все это без высококвалифицированных специалистов работать никак не будет. Если вы вознамерились реставрировать Советский Союз, замкнутую на себя экономику, то вам нужно много, очень, очень много квалифицированных кадров. Столько у вас и до войны не было. А тут еще и уехала часть, причем часть не маленькая и очень важная. Эти вот покаянные истории иммигрантов и все прочее, что делается, это, конечно, попытка поговорить с аудиторией по другую сторону границ. Понятное дело, что запугивать людей, находящихся далеко за пределами твоей юрисдикции, так себе идея. Чем больше ты их запугиваешь, тем сильнее снижаешь их мотивацию вернуться. Все-таки повышение налогов затронет только тех честных граждан, которые собираются эти налоги в России платить. Изъятие собственности затронет только тех, кто свою российскую недвижимость еще не продал. Короче говоря, такие запугивания подействуют лишь на тех, кто и так готов вернуться. Зачем им лишний раз говорить, что им тут не рады? Рассказывать уехавшим, как у нас экономика заколосилась, как просто стало зарабатывать деньги, какие теперь удобные госуслуги, как вернувшимся прямо сейчас оформят сразу все льготы, забронируют от мобилизации и крепко обнимут. Это тоже такое себе. Люди же эти все, мы все, мы же в России родились. Что-то мы понимаем в правительстве нашей страны и о нашей правовой системе и о том, что сейчас происходит. И раз уж эти люди переехали, то, наверное, готовы обменять привычный уровень комфорта и быструю доставку до двери на возможность обойтись без излишнего внимания военкома или следователя. Крепкий и здоровый сон способен компенсировать многие выгоды возвращения на родину. Что по этому поводу делает пропаганда? Использует привычный прием. Мы не будем рассказывать, как у нас хорошо. Мы будем рассказывать, как у вас там плохо. Мы будем пугать вас высокими налогами, дорогой медициной, отсутствием социальных гарантий. Мы заведем старую песню про тяжкую жизнь советского эмигранта в мире капитала. Пропагандисты, помимо прочего, сильно переигрывают в драму, потому что краят ролики по лекалам советской международной панорамы. Вот и скатываются в кадры слеза по невеселым лицам простых берлинцев на фоне мутных вот Рейна. Но даже такой одноклеточный и казенный стиль не самая большая проблема этих роликов. Самая большая проблема в том, что ролики эти до нелепого не своевременны. Момент разговаривать с уехавшими был упущен. В прошлом году было две большие волны миграции. Первая с конца февраля плюс-минус до середины весны. И вторая с 20-х чисел сентября и до конца мобилизации. То есть примерно до ноября. Таким образом, люди пребывают на чужбине от 7 до 16 месяцев. Оба срока уже совсем не туристические. На свете есть одна единственная страна, которая позволяет прорывать на своей территории целый год только лишь с российским загранпаспортом и сквозь пальцы смотрит на нарушение этого срока. Страна эта называется Грузия. Весь остальной мир хочет, чтобы максимум через полгода россиянин получил легальный статус, обзавелся регистрацией, страховкой, встал на налоговый учет и вообще как-то познакомился с местной бюрократией. И дело не в одних лишь требованиях. С рюкзачком, снаряженным двумя футболками и тремя парами трусов, что забрал при паническом бегстве из Москвы, полгода не просидишь. Полгода по гостиницам не помотаешься. С ума сойдешь, и денег не хватит. Если ты уехал в октябре, не вернулся после Нового года и не умер с голоду под мостом, то к маю твоя жизнь уже плюс-минус как-то устроена. Есть какой-то угол свой, комната или квартира, есть способ зарабатывать деньги, есть возможность превращать их в товары и услуги. Или иностранный банковский счет, или навык жонглировать криптовалютами, лихо превращая московские рубли в тбилисские лари. Если у мигранта есть дети подходящего возраста, то они уже где-то учатся, ходят на кружки, у них появились новые друзья. У взрослых тоже сформировался круг общения. Какие-то увлечения появились, ежедневные занятия и все, что называется быт. Потому что невозможно долго пребывать в состоянии ужаса и бегать с горящими волосами. Люди могут много к чему адаптироваться. Россия, как бы чудовищно это ни звучало, адаптировалась к войне. Даже жители Киева в массе своей как-то адаптировались к воздушным тревогам и живут жизнь похожую на обычную. А уж для иммигрантов платные лифты в Грузии, общение с бюрократией посредством бумажной почты в Западной Европе, любые приколы чужого быта и правовой культуры просто стали частью образа жизни. Понятно, что иммиграция это тяжело, а внезапная иммиграция безо всякой подготовки, куда глаза глядят, в разы тяжелее. Любые базовые вопросы, аренда жилья, устройство детей в школу, даже вызов сантической, и техника в чужой стране могут превратиться в сложный квест с непонятным исходом. Но чем дальше ты прошел по этому пути, тем легче пойти еще дальше. И тем сложнее вернуться. Впрочем, глагол вернуться с каждым днем он все менее актуален даже. Правильнее будет сказать переехать в Россию. Ведь ты не сможешь вернуться к своей прежней жизни в родной стране. Ее больше нет. И тебе в таком случае придется отказаться от своей новой жизни, которая сейчас есть. На стороне российского государства тут играют и европейские правительства, а шире правительства всего развитого мира, конечно. Если бы они не поддавались сиюминутным политическим мотивам, если бы имели мудрость подкрутить свою бюрократию на время, если бы создали режим максимального благоприятствования, то получили бы хорошие российские мозги в количестве не сотен тысяч, но миллионов штук. Очень хорошие мозги, которые можно очень хорошо применить в своей экономике и которые больше не работали бы на путинское государство. Но есть так, как есть. Нашим людям приходится сталкиваться с теми проблемами, которые на них валятся, и те, кто столкнулся, с ними уже справились. В самом начале эмиграции мы говорили, что релакантов можно разделить на две группы, на уехавших и выехавших. Уехавшие – это те, кто сразу бросил якорь и начал строить жизнь за границей, а выехавшие – это те, кто просто перескочил через границу в ожидании хороших новостей. Так вот, сегодня второй категории больше нет. Выехавшие либо вернулись, либо стали уехавшими. Если в первые месяцы люди эмигрировали на чистых эмоциях, отвращения или страхе, то сегодня они имеют веские причины оставаться за пределами границ Российской Федерации. Власть пытается разговаривать с этими людьми так, будто они все это время жили на всем готовом в пятизвездочном Хилтоне. Настоящей жизни не нюхали. И только сейчас с ней столкнулись. С налоговой, со страховкой, с арендой, детским садом или школой, с поездами, которые опаздывают, с банковскими счетами, которые не открывают, с мусором, который надо сортировать. Но правда в том, что когда ты живешь в стране от полугода до полутора лет, то сам кому хочешь раскроешь глаза на все ее минусы. Более того, когда безымянные авторы из интернета начинают рассказывать тебе о твоей новой тяжелой жизни, то вызывает это отнюдь не ностальгию по родине, а вполне закономерный приступ кокота. Тут можно посмеяться над пропагандой и ее инфантильными потугами говорить с теми, кто разговора не желает. Но на самом деле мы просто фиксируем проблему для себя. Около миллиона наших сограждан, не просто квалифицированных сограждан, но сограждан, которые явно одних с нами взглядов, сограждан, принявших верное этическое решение. С каждым днем эти люди все больше ассимилируются за границей. Они уже не вполне эмигранты для страны пребывания, они уже ее жители. Чем больше будет проходить времени, тем меньше у них останется связей с Россией. Товарищи, которые сейчас у власти, ничего не могут им предложить, кроме пропаганды уровня детского сада. Но нам в свое время придется задуматься, сможем ли мы что-то предложить людям, которые столько сил вложили в то, чтобы остаться за границей. Понятно, что Путин им не нужен. Вопрос в том, нужны ли им будем мы. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok